На передо дни в учении в рамках «Одиного дня безопасности» прошли в филиале Добружской паперовой фабрики «Герой працы». У них приняла удел и наш корреспондент Вероника Гамзюкова. По легенде в учении в фабричной котельной отбылось короткое замыкание. Потерпел один супрацовник. Рабочим необходимо было выразно и худко поведомить обздарение, а выратовальникам оперативно прибыть на место. В учении задеяничали пять машин МНС и шесть инжих организаций. Утымлик у худкой допомоги. У всего удельниками в учении устали около сорока человек. В рамках обеспечения требований по пожарной безопасности на предприятии выполняется целый ряд комплекс мероприятий. Если кратенько, это такие, как обеспечение первичными средствами пожаротушения. В каждом цеху имеется добровольно пожарная дружина, имеются инструктажи по пожарной безопасности, проводятся пожарно-технические минимумы. В данный момент при проведении учебно-тренировочных мероприятий в помещениях котельной в смену работает 17 человек, а в целом в подразделении в данном работает 52 человека. На предприемстве працуют больше, как тысячи человек. Беспека за все до уцентра уваги. Все супрацовники филиала фабрики удельничают в тренировках и в учениях, которые тут проводят каждый год. В общем-то, все сработали хорошо, нашли пострадавших, с поставленной задачей справились. В общем-то, такие учения мы проводим постоянно. После обучения удельники мероприемства отправились из ховища Добрыжской паперовой фабрики. И оно было створено в 1968 году. Тут есть необходимый минимум для часовых ознаходжения коляд 300 людей – вентиляция, канализация и водопровод. Вердик проверяющих – становча. Единый день безопасности, слово единый уже подразумевает участие всех заинтересованных лиц, а также нашего населения в этом дне. Поэтому стоит отметить, что так или иначе, кто-то посредством смс-оповещения, кто-то через выступления в трудовых коллективах, кто-то при совместных учениях участие, так или иначе принял участие в едином дне безопасности. Республиканская акция «Один день беспеки» протягнется до первого сока века. В ее рамках прошло 13 суместных мероприемств за сводом, а также свыше 30 специальных учений на потенциально небезпечных объектах и у местах массового ознаходжения людей.